друзья доброе утро я нифига не выспалась спать охота кошмар какой-то я вот уже завтракаю у меня тут котлетки которые я вам готовила яичника и помидорки ну конечно же кофе куда без кофе обычный растворим все как всегда утро начинается с растворимого кофе короче сегодня план такой после работы после работы еду в сторону сестры она живет на метро пражская но я доеду до янгеля потому что наташа на машине оттуда меня подхватывает лишь хочу купить арбуз или дыню зайти куда-то либо по дороге либо около работы где-то и поедем она меня подхватит и поедем вместе там от нее ехать но прям чуть-чуть совсем минут 15 что ли вот это то же самое если бы я поехала от метро пражская на автобус на автобусе наверное подольше ехать вот и поедем туда к вики снимать много не буду потому что все таки это ребенок особенно постараемся в этот раз чтобы пойти гулять с ангелом это старший сын моей сестры прошлый раз то я так его и не сняла в этот раз хоть постараюсь снять но он такой шебутной поэтому особо снимать не придется я ждете мне надо будет следить я надеюсь мне ребенка доверит а вот куплю по дороге деньку или арбуз как раз на машине довезем должна еще поехать настя племянница но не знаю вроде вчера списались но ответа я не получила едет она в итоге или не едет посмотрим дальше по ходу ну так вроде все сейчас покажу вам что у меня на завтрак сделала себе яичницу из одного яйца я правда люблю больше скрэмбл помидорки вот котлетки помните которые мы с вами жарили вместе на джине который вы посмотрели наверное так и кофе так меня многие спрашивают по посуду уже не первый раз где такая посуда и как ее название посуда называется так переверну посуда называется а вам же зеркалит скорее всего и море посуда называется и море я купила в свое время посуда ее посуда рум по моему назывался магазин посуда рум по-моему назывался магазин находился он где-то на мкаде от дмитровки недалеко от дмитровского шоссе по ближе к дмитровскому шоссе посуды рум вот но теперь я не знаю продается там или нет но по моему называется магазин посуды рум кто хочет посмотрите там либо есть такой магазин дом маркет там еще может продаваться эта посуда вообще я когда кстати вот когда ко мне приезжала подруга из владивостока она случайно разбила чашку а у них оставалось что-то две штуки что ли ну как раз это был повод купить так что и в итоге я нашла ее в интернете на просторах интернета она есть и в озоне как раз на зоне я ее тоже нашла купил еще сразу две чашечки вот и но большие чашки у меня две маленькие по моему потому что ну особо из маленьких никто не пьет и несколько больших бокалов вот и на просторах интернета а потом как-то поехала в дом маркет который здесь у нас есть в клёне смотрю там тоже такая посуда есть я себе взяла лимонницу так что вот друзья все всем приятного аппетита я пойду чуть-чуть подзовьюсь на свои вчерашние пышные волосы распушившиеся на волос одуванчик позавтракаем и буду собираться на работу все всем доброе утро и приятного аппетита сейчас как раз тот момент когда я не выспалась и особо радости на лице нету но хочу вам сказать совершенно точно без всяких сомнений только ленивый не обратил внимание на меня вот в таком платье не знаю что это за чудо платье такое в общем один мужчина просто откровенно пялился и улыбался вышел на станцию раньше меня почему люди перестали знакомиться в транспорте непонятно раньше я помню но это конечно было по молодости но сомневаюсь что тут тот случай это молодость нет просто мне кажется люди какие-то были немножко другие может быть чуть-чуть раскрепощение может быть еще что-то к слову о знакомствах если что саши например на пляже мы познакомились ну как бы он конечно подавал всякие там он конечно проявлял инициативу знакомству но проявлял в каком смысле он просто давал всем своим видом понять что он не против познакомиться но действий он никаких не предпринимал пока я не наконец не подошла в очередной раз ну как не подошли не специально он просто его поколу мусорки курил на пляже а я подошла выкинуть арбузные корки и просто сама с ним заговорила типа и привет смотрите а то сгорите намажьте себя кремом после этого он стал со мной разговаривать и впоследствии дальше уже когда мы с ним общались я у него спросила если бы я первое не заговорила ты бы так и ушел он говорит да почему почему мужчина стесняется знакомиться мне остается это только какой-то загадкой это странно ладно друзья я почти подошла к работе остановилась специально подальше от бутырки чтобы вам рассказать что знакомства могут произойти где угодно но не факт что мужчина все-таки заговорит с вами первым берите все в свои руки пока мало народу и в кабинете в последнем никто из девчонок не пришел и решила уединиться пока посидеть видимо мне все-таки надо проснуться но только мне стоило зайти на работу у нас опять у кого-то день рождения мне кажется я от пиццы буду скоро скоро толстый тетя чуть пусть остынет девчонки напишите а вот кто-нибудь знакомиться не на мальчишки тоже могут писать напишите кто-нибудь знакомиться каких-нибудь транспортах города своего там в автобусе митрополитене такси кстати у меня однажды знакомство знаете какое было я ехала в аэропорт кого-то встречать и какой-то парень ехал параллельно со мной очень долго но была небольшая пробка но он четко ехал прям ровно со мной потом просто взял вперед чуть проехал показал поворотниками что он хочет передо встать и притормаживаю явно что что-то тут не то было и потом он как-то не помню как он как бы дал понять что надо остановиться я подумал ну мало ли может мне что-то с колесом или еще что-то думаю остановлюсь мы чуть на обочину съехали это уже было прям перед сам аэропортом съехать чуть на обочину положенном месте это точно вот я приоткрыла окно он вышел из машины подошел познакомиться со мной просил номер телефона насколько я помню ой солнце насколько я помню он мне не звонил но по-моему он не не звонил такие вот бывают знакомства и наташка тут тоже недавно кстати рассказала про такого про такое же знакомство почти парни ехали параллельно с ней и чтобы познакомиться кинули и мобильный телефон свет пришла мобильный телефон и кинули прям в открытое окно машины и позвонили на этот номер и она стал с ним разговаривать так вот рассказываю какие знакомства бывают на дорогах все ребят я пошла дальше кофе беру с собой всем привет встретились совершенно случайно с насти в сети в в вагоне в вагоне метро в одном вагоне почти ехали зашли уже приехали на янгеля на так она с отсюда забирает и я зашла купить дыню стоит в пятерочке на 89 рублей не знаю что за дыня пока я ехала в метро на это платье много мужиков обратили внимание но непонятно на платье или на меня пялились невозможно пока до тех пор пока каждый и не выходила из метро метрополитена точнее из вагона дыньки свои снимаешь да дыньки свои настюшка так ну чё пошли на но я вообще спрашивал веке чего взять ничего не надо да ничего не надо мне даже очень нравится мы прическом так мы приехали к вики девчонки он идут на так нас встретила прям напротив да и натаха несет вики рулон обоев будем переклеивать комнату прям сейчас клей взяли все сейчас будем делать да девчонки поехали нас домой конечно да и каблуки я надеюсь что сегодня я сниму старшего сыночка викина в прошлый раз я вам его не показала уже все просят пришли погулять на детскую площадку сейчас я вам покажу свою второго старшего племянника вот и младший и до сидит смотрит давай иду вот мой второй племянничек старший давай катись ангел друга к себе зовет побегать но позови его еще раз ангел а ну вот познакомься как его зовут спроси спроси как его зовут ну ангел перты скажи ангел держись только ладно да да я вот хожу видишь прям тут осторожен только ладно осторожно осторожен только залез и это и спускайте капец мне доверие ребенка что-то я переживать начинаю Натаха еще вон там в помощи нам девчонки делают значит пока я там с ангелом они там вон что-то это болтают давно не виделись а где мелкий там где-то ну слава богу тут нашел себе друга а у друга слава богу есть папа который фактически смотрят за двумя детьми ангел носится как колбаса не поймаешь не поймаешь вафли кто тебе дал вафли мама где африканский ребенок где там ангел носится каких-то больших пацанов нашел переиграет с большими пацанами чё кричит там непонятно уже поздно где-то половина двенадцатого это приехал домой блин классно так погуляли ангел там нашел каких-то парней постарше носился с ними как безумный просто и кричал догоняйте догоняйте все друзья я уже около подъезда видосик выпущу чуть-чуть попозже завтра потому что уже очень поздно спокойной ночи